Если вдруг ты решил обновить свое устройство, то хочу тебе предложить воспользоваться сервисом e-каталог, который не продает товары, а помогает найти магазин с наиболее выгодными предложениями. На сайте присутствует возможность фильтрации товаров, также можно сравнивать выбранные товары и e-каталог покажет все характеристики этого товара. Отзывы, фотографии и даже видео вы сможете посмотреть. e-каталог это неотъемлемая часть ваших интернет покупок, ссылочка в описании. Привет, дорогие зрители, это новый выпуск по Клэша Яль, и вы все так хотели Твинка, и я пилю по нем видос. В группе я провел голосование, что вы хотите, какую следующую тему ролика, там на выбор было три темы, и большинство проголосовало за Твинка. Ну что ж, получайте, значит, смотрите, на Твинке у меня было уже 3-400, я немножко слился, выше мне не получилось подняться, потому что палач, я уже говорил, палач, надо прокачать палача. Пока что здесь в магазине его нету, поэтому, ну, я не могу играть дальше. Вот, сегодня я хочу попробовать, вот, заменить пеку на дровосека, прокачать дровосека на второй уровень, ну и попробовать, что с этого получится. Собственно, давайте этим займемся, 5000 золота тратим, прокачиваем дровосека. Блин, я хотел сделать скриншот, но не успел. Ладно, сделаю скриншот колоды. Так, ну что, надеюсь, что будет минимум поражения. Ребята, если вам нравится видео по Твинку, если вы любите онлайн-атаки здесь, открытие сундуков, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Я знаю, что большинство и так это делают, ну, для новичков. Говорю, чтобы, ну, не забывали, пожалуйста, спасибо за оценку, да. И спасибо за то, что видос собирает в течение часа 5к лайков. Это огромная цифра для меня, и держите марку, ребята, не сбавляйте обороты. 5к лайков, это круто, реально. Набираете 5к лайков, я сажусь записывать новую серию по Твинку, либо, ну, из какой-то, одной из моих рубрик какой-то. Сходил, сходил я в поединке. Ну, ничего, бывает. Слил два раза, ребят, не хочу вставлять. Не то, чтобы дровосек не заходит, просто, как назло, вот, я бомбил на стриме, вот, люди помнят, которые смотрели стрим, вот, пожалуйста, только не шарик. На тебе еще шарик, рейдж. Я не знаю, как так вообще происходит, почему, давайте, поехали, сейчас сыграю 3катки. И, интересно, за эти 3катки мне хоть один шарик подберется? Если не подберется, значит, окей, я буду, ну, верить в то, что это рандом. Если хоть один шарик подберется мне сейчас за эти 3катки, да, блин, черт возьми, это по-любому, этот конченый подбор работает неправильно, мне как будто подбирают контр-деки. Я это не утверждаю, но у меня просто другого объяснения этому нету. И какого хрена против меня 11-е варвары? 11-е комонки. Почему? У меня 9-е комонки, а у него 11-е. Ну, ладно. А, ну, я понял, у нас несбалансированная дека, как у него, так и у меня. Эпики 2-е вон, а у меня эпики 6-е. А, не, стоп, я же пику убрал, эпики у меня не 6-е. Так, ну, блин, принц хоть и 2-го уровня, но урона он дал нормально. Давайте закинем элитных варваров, они должны немножко там, ну, подрегулировать все это. Блин, он валькирию выбросил. У него палач тоже, лол. Очень странная у него прокачка, блин. Достаточно. Блин, я не знаю, что-то не идет пока каточка. Так, давайте здесь палача. Так, давай палач, тащи, тащи. Так, пошел у нас всадник на кабане. Так, хорошо. Пару тык сделал дровосек. Так, хокушка дамажным. Отлично, красавчик хок. Так, ну, вышку я, наверное, отдам ему, да? Наверное, я не знаю. Ну, все. Без комментариев, друзья. Без комментариев. Вы сами все видите. Просто без комментариев. Вот стоит, вот, бля, ну, вот я вам серьезно говорю. Вот у меня нечем контрить воздух. Нахера мне подбирается? Ну, я не верю, что так много шариков на арене. Ну, неужели вам часто подбираются шары, ребята? Вот напишите в комментариях. Воздушный шар вам часто подбирается? Вот напишите в комментариях. Я не верю просто. Я не понимаю, неужели это правда шарик такой популярный? Да мне кажется, специально подбор просто мне его кидает, потому что, сука, мне нечем его контрить. Вот только из-за этого. Я не понимаю. Меня уже просто бомбит, реально. Ну, сколько можно? Ну, мне, ну, нечем контрить. А стоит мне убрать этот, этого, добавить, точнее, дефа? Там, миньонов докинуть, либо вот убрать палача? Ну, или что-то другое поставить? Я не знаю. Все. Это будет, короче, совсем другие колоды. Хок, я тебе специально закинул, чтобы ты тыку просто дал. Одну, одну тычку. И ты это сделал. Красавчик, Хок. Ай, шарик, вот он, летит шарик. И чем мне его контрить? Ну, чем мне его контрить? Ну, скажите. Дровосек-то сдохни, блин, чтобы рейдж был. Ну, да, у меня есть чем контрить. Палач, торнадо. Ну, не хватает урона, блин. Это мало урона. Ребят, поверьте, это очень мало урона. Третий палач выдает мало урона. Так, я, получается, не успеваю добить башню, да? Остается 2 секунды. Ну, конечно. Ну, ладно. Тут я вышку потерял не из-за шарика. Ну, факт остается фактом. Подобрался мне-то шарик. Поехали еще в бой. Давайте еще 2 поединка сыграем. Я просто поражаюсь. Не, я серьезно. Я не хотел играть на твинке, пока просто не прокачал бы несколько карт. Ледяной дух, палач. Что там еще? Ну, остальное у меня нормально. Ну, зап можно на уровне выше, не знаю. Потому что хотя бы до турнира прокачки. Ой, господи, ладно. Не буду бомбить. Пека 4. Нормально. О, отлично. Он подвинул дровосека. Так, дровосек там урона нанес. Так, а чем мне пеку дефить? Нет, дровосек прикольная карта. Но пеку не заменит, к сожалению, в этой деке. Пека здесь нужен. Вот реально. Вот таких жирных юнитов, как пека, мне нечем контрить. Так, хорошо. Хотя вот элитками, да, вроде неплохо. Но вот был бы пека прокачан лучше у него. Да? Там 5-6 уровень. Элитки бы мои не справились. Так, дровосек, я надеюсь, ты шахтера вот этого, да, убьешь. Блин, вот это да. Так, сейчас будут огненные духи. Дровосек сдохнет. И пойдет рейдж. Отлично. Заб быстрее. Эх, отлично. Все, хокк заберет башню. А нет, чуть-чуть не хватило. Так, ладненько, ладненько. Так, а что за ник у него такой? Марти 21-0-14-8. Что это за шифр? Так. Давайте, короче, наверное, палача справа выбросим. Выбрасываем палача справа. И, я так понимаю, атака будет с пека сейчас на меня. Блин. А как же, как же за деф это его, блин? Ага, все, я понял. Я понял, пеку не туда. Значит, делаем так. Давайте, стой, стой, пеку надо немножко, чтобы палач. Да, вот так вот, отлично. Все, так. Так. Ох, тут нормально все получилось. Удивительно. Неужели мне подобрался не шарик? Так. Отлично, дровосека сейчас убьем. Я хочу сейчас зайти хокк плюс элитки справа. Хокк. Плюс элитки справа. Слушайте, а он, короче, зап. Давай, 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 зап. Да, отлично. Все, это минус башня. Это минус башня. Здесь у нас слева палач. Так. Слева палач. Ну, я думаю, наш же зап добивает 39 хп, да, слева? Я думаю, да, добивает. Так, давайте, короче. О, тихо, тихо, палач, нет, живи. Блин, палач сдох. Ладно, закидываем хога. Тут у нас ледяной дух. Ух, умирает палач. Или не, не, умирает, умирает, отлично. Так, здесь давайте наш палач. Ой-ой-ой, да че так много урона? Тихо-тихо-тихо, стой-стой-стой-стой-стой-стой-стой. Ну, я хотя две вышки снес, в принципе, у меня преимущество огромное. Но, в целом, в целом, нормально, нормально отыграл. Так, отлично. Фух. Ну, тут, тут, конечно, без шарика. На самом деле, в прошлом поединке тоже я проиграл не за шарика. Поехали. Последний бой. Но, все равно, я... Я презираю. Презираю те моменты, что подбираются контрдеки. И прям вот очень часто причем. Ничего, я вот дождусь. Дождусь. Просто вы попросили твинка. Меня бы не бомбило, потому что я дождусь палача. Я знаю, что сейчас многие будут в комментариях... Ой, там, я не знаю, прокачку писать и говорить. Холдик, да блин, я еще с хуже прокачкой играю. Как, что ты ноешь? Да мне все равно, с какой играешь прокачкой ты. Мне все равно. Я по факту смотрю, что я не вывожу просто из-за того, что соперники реально лучше прокачены. То, что у вас хуже прокачка, это ваши проблемы. Это не мои проблемы, понимаете? Дело не в этом, какая у вас прокачка. Дело в том, что выше-то не получается. Ну, понятно. Понятно, что скилл тоже решает. Возможно, если бы я лучше играл, естественно, бы я... Ну, блин, поднялся бы выше, естественно, и с такой прокачкой. Но все равно. Даже Дима, который токеринка, в черностриме говорил, что, ну, тебя не вывозят ни вышка, ни палач этих карт. Ну, вспомните, гиганта 10 уровня, орду мух 13, элиток 13. Да я просто, я сдался, я даже не играл. Потому что, ну, как я должен их задефать? И он там, по-моему, 12-й левел. Не, стоп. Здесь не 11-й, или какой он там уровень был? Я уже не помню. Так, ну, давайте палача здесь, потому что, ну... Так, тут зап. Ах, блин, рано, рано зап. Чем же мне задефать принца? Вот тут я, конечно, туплю. Тут прокачка турнирная. Реально, на прокачку не жалуюсь. Все нормально, все хорошо. Так, дровосек, давай, давай. Ой-ой-ой, не, ну вот это, конечно, жестко. Вот орда миньонов, это жестко. Это реально жестко, потому что у меня ледяной дух, прокачивание очень слабо. И за плюс ледяной дух не убивает орду миньонов. Вот это реально печально. Потому что у меня реально либо палачом дефать, либо пойзоном, либо запом плюс этим огнем... Блин, так живо, ледяным духом. Ёптики. Так, поехали. Вот нахера ему маг и ведьма? Ну ему что, мага одного мало, либо ведьмы одной мало? Ну что за... О, боже. Вот это жесть, сколько сплэш-юнитов. Так, ну давайте. Элитки, я вас, короче, на... Ой, на растерзание кидаю. Блин, я тут не выиграю. Хе-хе-хе-хе. Я тут, скорее всего, не выиграю. Так, ну давайте попробуем, чё уж там. Попробуем. Давай орду мух свою. Так. Зап. Ну я не выиграю, понимаете. Я много потратил торнадо, потому что зап плюс ледяный дух не убили бы миньонов. Не убили бы. Из-за этого мне пришлось ещё торнадо сливать. Из-за этого я пропустил принца. Вот мелочи, да? А они итог поединка решают. Вот серьёзно. Эх. Ну тут, на самом деле, я много где тупил. Вот сплит элитных варваров, это было лишнее, на самом деле. Ладненько. Тут, честно, тут не только из-за прокачки. Тут ещё из-за того, что я роковал. Окей. Ну, блин. Ну, это забавно. Это забавно, что на таких кубках стало сложно играть майдека. Короче, я возьму пеку обратно. Дровосек не вывозит. Зря я даже... Не, он реально здесь пеком не нужен. Пека и прокачан. Ну, шестой пека со вторым дровосеком не сравнится. Всё, теперь просто эти принцы, вот это всё, вот это... Вот это... Валькирия, колдун и ведьма на меня идёт. Что мне выбросить? Что мне? Как задефать? Вот пеку бы поставил, пека бы задефал. Дровосек тут не тащит. Ладно. Ставим, короче, палача. Ставим палача. Сейчас быстренько выигрываем вот этого десятого уровня. И на этом я завершаю, друзья, выпуск. Ну, поехали. Я, в принципе, палач идёт. Я думаю, что там ничем он не задефает моих элитных варваров. Надо запнуть так, чтобы... Вот так, да. Вот так надо запнуть. Я не понял. А с чем он палача? Фаерболом убил? Или там ещё что-то наносило урон палачу? А! Ты чё, чё я туплю? Если... Ну вот всё, ребят. Тут без комментариев. Я думаю, вы сами всё видите. Так, давай армии скелетов. Я попробую поизон закинуть. Давай, закидывай поизон. Поехали, поехали, поехали. Так, пека, пожалуйста. Я надеюсь, верю в тебя. Я верю в тебя. Пека, давай. Давай, пека, давай. Тащи. Пека, давай. Ой, я верю в тебя. Да, да, да. Всё, минус башня. Минус башня. Надо было и Хогане подкидывать. Жаль. Жаль, что я подкинул Хоган. Так, короче. Счёт 1-1. Но я не знаю. Я шарик не могу выигрывать. Не могу. Так, ладненько. По какой стороне? Вот это важно сейчас понять, по какой стороне пойдёт у нас наш персонаж. Ну, давайте выбросим элиток. У мостика. И приготовим зап. Гигант. Дефается он гигантом. Прекрасно. Даже 1 элитный варвар нанёс урон по башне. О, хорошо, что он шарик выкинул вперёд. Господи, как мне повезло, что ты идиот. Суперселлы мне попытались сделать западло. Ну, это, конечно, бред. Что я так говорю. Вот, на самом деле, никто мне ничего не пытался. Просто такой конченый подбор. Но мне повезло то, что ты не умеешь играть своим шариком. Это мне реально повезло. Ты просто мой спасательный круг. Так, ладно. У него там фаерболл. Надо, короче, как-то так сделать. Вот здесь вот так. Вот, да, да. Гиганта на пеку выбрасывай. Всё правильно делаешь. Молодец. Так, поехали, поехали, поехали. Тут зап используем. Бау. Просто. И всё. И до свидания. Наконец-то. Я выиграл этот шарик. Всё, ребят. Это, честно, последний бой. Я не хочу играть против... Ну, вот, против этого дерьма. Просто, реально. Если бы, ладно, подбирались бы колоды совершенно разные. Я не видел ни разу голема. Я серьёзно. Я за всю игру... Ну, ни разу, да. Вроде ни разу не встречал голема. Так, кстати, я ещё рано расслабился. Тут ещё, кстати, я не выиграл. Три, два, один. Да, я чуть не проиграл. Я уже планшет положил вот на стол. Уже не играю. Вот. И чуть не проиграл. Короче. Мне даже голем ни разу не подбирался. Потому что мне, как назло, мне кажется, контр-деки сыпят. Ну, ладно. Мы с этим сможем бороться. Я прокачаю палача хотя бы на четвёртый уровень. И мы продолжим аппет 3 800. Подписывайтесь. Следите за новостями этого аккаунта. Приходите на мои стримы. Спасибо вам за просмотр. Желаю вам удачи. Хорошего вам всем настроения. Не болейте. До новых встреч. И пока. Субтитры сделал DimaTorzok